Ребята, всем привет! Вы на канале Семян и Чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайся, если еще этого не делали. Мы сейчас в Анапе. Наша любимая Анапа. Чуть позже расскажу, почему. Мы остановились здесь, вот в этом гостевом доме. Вот их сайт, вот их инстаграм. И еще у них есть группа ВКонтакте. Мы сегодня вас приглашаем в новый выпуск. Хочу вместе с вами прогуляться в замечательном сквере. Посмотрим на центральный пляж и на обстановку в Анапе, хотел сказать, в Сочи. Я не буду затягивать. Погнали! Итак, вот он вход в этот сквер. Здесь еще установлен памятник. Также, кого интересует, вот тут вот, ребята, вон они вдалеке, цветочные часы, которые, между прочим, показывают сейчас точное время. Кто что приедет, можно вот тут сразу взять экскурсии. А еще в том гостевом доме, где мы остановились, у ребят есть свой минивэн большой, и они катают по Анапе, в Сочи, в Абказию, куда угодно. Шикарный сквер, полностью теневой сосны. Здесь свежо, несмотря что сейчас на улице на солнышке градусов 30 точно. Мы, кстати, сегодня в полном составе. Родион, Артемка, Насенька и третий малыш. Так, буду показывать вам, что здесь есть, что посмотреть. Вот сразу, да, видно, что есть такая небольшая детская площадка. Беседка, видите, такая просто избушка на курьих ножках. Там, где сейчас остается музыка, это скейт-парк. Большой, классный, кстати, он тоже теневой. Сейчас покажу. Там сейчас проходят соревнования, но чтобы нам не отключили монетизацию на канале, так как игра эта музыка, пока прервусь. В общем, ребята, скейт-парк здесь вообще очень классный, качественный. Самое главное, что он огорожен металлической сеткой. Будете в Анапе, любите катать, либо ваши детишки любят катать. Просто я катаю. Приезжайте сюда. Можете селяться в этот же отель, куда заселились мы. И главное за эту туристику не забыть тест отрицательный, либо справочку, сертификат о том, что привились. Но, к сожалению, так. Вообще наша любовь с Анапой случилась еще в далеком семнадцатом году, когда у нас Родиончику было три месяца, представляете, и мы полетели в Анапу. Это наш был такой первый совместный отпуск, первое наше путешествие. Мы тогда остановились в поселке Джамете. Мы, кстати, тоже там в этот раз обязательно погуляем, пройдемся, посмотрим пляжи, улочки. Потому что такая ностальгия. И будет про Джамете отдельный выпуск. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить данный видеоролик. За скейтпарком сразу есть футбольная площадка, есть рукаут-зона, огромные деревья. Послушайте, это очень круто, что весь этот сквер, он теневой. В такую жару гулять под палящим солнцем просто невозможно. А учитывая, что очень много людей ходят на пляж именно в ту сторону, да, здесь полно частного сектора, полно отелей, то, соответственно... Так, сейчас я перейду дорогу. То, соответственно, идти по тени очень и очень приятно. Также здесь, смотрите, в сквере прям есть два отеля. У каждого... А, вот у этого три звезды, у этого четыре звезды. И если кто-то тут отдыхал в этом отеле, напишите в комментариях, пожалуйста, по ценам и по сервису. Будет очень интересно почитать как мне, так и, конечно же, зрителям, кто смотрит. Вот, смотрите, тут есть фонтан, да, то есть можно даже до моря не идти, освежиться. И там сделано такое серебряное сердце. То есть сквер делится на три улочки. Это вот раз, где мы идем, по центру, и с той стороны, получается, с края. Вот, видите, там люди отдыхают. Давайте, наверное, все-таки туда сейчас пройдем, посмотрим. Так можно спасаться от жары. И, ну, в принципе, как и в детворе, так и взрослом. Посыл... посыл влюбленных. Точно название, я не скажу, как это называется. Нет, Артем, мы же мы к морю идем. Вот. Здесь вечером стопроцентно крутая атмосфера, потому что все вот эти лампочки, видите, они очень красиво подсвечиваются. И здесь будет очень клево. Вот, смотрите. Вся вот эта центральная улица вот так вот красиво подсвечивается. Вот, вообще, знаете, как я скажу, Анапа – это место для отдыха тех, кто, допустим, из каких-то, ну, глубинок, назовем это так, у кого не хватает вот этой вот движухи городской, да, нет, например, в своем городе крутых парков, то, конечно, там, аквапарк, например, то, конечно, стоит приезжать в Анапу, потому что здесь все очень развито, классно, чистенько, все аккуратно, вот, мы очень в Анапу. Здесь, в этом сквере, смотрите, есть такой указатель, собственно, вот, что это за улица, да, есть парк «Ореховая роща», стелла, курорты «Трудячься» – это там, ну, в общем, да, смотрите. И есть Боро, Боро-Бич. Этот сквер, получается, пересекают дороги, поэтому нужно внимательно быть за детишками, гоняют мороженое, квас, все есть, видите, как здорово? Газон вроде бы норм, выстрижено, красивые, красивые деревья. Мне нравится в этих городах, например, относительно Адлера, это то, что в этих, например, также в Геленджике, в Анапе, по городу запрещено ходить в купальниках, либо в том, что вот вы купаетесь, нельзя, нужно там же переодеваться, а потом уже вот в нормальном городском виде двигаться к своему гостевому дому. Так, смотрите, есть, значит, сквери, огромная, классная, теневая детская площадка, вот, естественно, сразу детвора туда ломанулась. Вот, наши сразу тоже скулят, мы хотим на площадку, на площадку, но наша сейчас цель – дойти до морюшка, до центрального пляжа и посмотреть там обстановку, атмосферу. Вот, видите, вот такая большая детская площадка. Да, Анапа для тех, кто с детьми – это просто кайф. Но самое главное, когда приехать в Анапу, нужно, нужно для себя найти тот пляж, на котором вам будет очень комфортно купаться и не ловить больше слютеей. Поверьте, они здесь есть. Так, здесь есть вот такой вот памятник. Вот, Карытину Андрею Сергеевичу. Это главный инженер. Ну, вот на паузу поставьте, почитайте. Кто это? Также здесь есть вот такие указатели на камнях. Вот, например, большая бухта, 610 метров. Да, очень красивый сквер, мне нравится. Смотрите, здесь есть военный музей. Стоит одна пушка, вторая пушка. Сразу за этим музеем есть вот такой вот морской аквариум, туалет, который 125 рублей. И мы сразу, смотрите, попадаем вот еще к одному военному памятнику. Видите, высокий берег. Опять указатели на камнях. Здесь же есть, смотрите, душевые, но они тоже 125 рублей. И мы сейчас с вами попадаем, вот я его уже вижу, называется Анапский маяк. Красивое такое архитектурное здание. Сейчас посмотрим его. Мы вообще его, конечно, не видели ни разу. И для нас тоже сейчас это будет первые. Здесь такой рейстик прикольный. Вот так вот можно посидеть. С той стороны аллея, видимо, аллея героев. Про каждого героя что-то написано в Великую Отечественную войну. Да, очень красивый, атмосферный ресторан. Называется он Кафе Маячок. Вот. И все, и... Море. Сколько мы тут уже не были? Дней 15, наверное. Как пока в Москву, пока туда-сюда. И вот, наконец-то, мы снова на море. Такая набережная. Указатель. О, как здесь. Ну вот он, да, маяк. И гляньте, какая там красотища. Посмотрите. Вот там находится поселок Супсех. Мы тоже как-то в выпуске обязательно в ближайшие дни туда съездим. Мне очень хочется попасть на те пляжи. Так, ну а теперь пойдемте спустимся вниз. Ну, давайте сами пройдемся по набережной в Анапе. Да, маяк, конечно, клевый. А здесь, кстати, я забыл показать. Есть такая мини-копия этого маяка, возле которого можно сфотографироваться. Ну, либо сделать красивую фотографию, кто умеет. Вот с этим большим маяком. Лавочки. От кафе маячок, видимо, они поставили туда и обрывы, поэтому даже непонятно вообще, сколько там людей, какие там пляжи. Так что нам нужно сейчас, предстоит где-то найти выход, вход на ту сторону, потому что голову в море я уже видел. Здесь также есть, смотрите, такой бинокль стоит 10 рублей, в который можно вот так вот посмотреть. Шукс. И что-нибудь увидеть. Не знаю, было ли вам видно. Мне так нравится, что здесь сделаны, что это такие плафоны, не плафоны, но в виде типа корабля. Так, и началась высадка деревьев, которые, кстати, тоже светятся, потому что на каждом дереве есть гирлянды. Да, идит огонь. Ну, вон люди купаются. Видите? Сейчас туда сходим. Здесь, значит, есть столовые, кафе. Ну да, здесь немножко. Горные больше, а мы-то больше. Ну, горные, я говорю, потому что это вот туда, к Супсеху. Да, почему? А нам нужно туда, получается, чтобы в то место попасть. Но, по крайней мере, здесь людей мало. И вот здесь вот, видимо, можно нормально покупаться. Но сейчас постараемся найти вход-выход на этот пляж и попробуем там искупаться, посмотрим и норм. Ну да, дальше по набережной начинается еще несколько детских таких всяких историй, да, можно их туда загнать, фудкорты различные. Виды здесь, конечно, вообще огненные. Но как туда спускаться, пока совсем не понимаю. Вот есть всякие кофейни, которые, кстати, часть из них только начинает почему-то работать. Мороженые. Видите, и вот туда еще один сквер пошел с него. Здорово, что здесь очень много сосен. И вот пока по скверу шли, было так прохладненько. А сейчас на солнце вроде уже дело к вечеру. Но очень жарит. И, кстати, очень тихо, спокойно, уютно. И очень напоминает Геленджик, Толстый мыс. Вот кто был, бывал там, я думаю, со мной точно согласятся. Людей немного. Я ожидал, конечно, видеть гораздо больше. Ну, посмотрим. Сейчас попробуем спуститься на пляж, если у нас это вообще получится сделать. Посмотрим, как дела на пляже. Ну, судя по головам, что-то как-то там не очень-то и много. Либо там просто пляжа нету, оккультуренного. И он какой-то дикий. Но пока не знаю. Дальше. Есть вот такая вот, смотрите, зона. Типа дракон. Напоминает сразу Адлер. Центр. Центральный Адлер. Там тоже есть вот так вот выложено все из плиточки. Да, и тут такая, смотрите, интересная терраса с видом на море. Ой, какой кайф, а. Ну да, вот он, кстати, и пляж. Значит, мы найдем, как спуститься, и у нас с вами это точно получится. Привет, борщ из людей. А нет, не борщ, но очень много водорослей. Это называется пляж Малая Бухта. Теневой навес. Вон. Туда он продолжается. Значит, сейчас мы как-нибудь туда спустимся однозначно. Шикарные обрывы. Есть техническая зона. Очень грязная вода. Но это все из-за того, что буквально на днях здесь были очень сильные дожди. И водоросли подняло. Но можно, говорю, чуть подальше зайти, понырять с волнорезом. Ладно, пойдемте искать. В общем, вот он, такая-то терраса. И вот он, ребята, вход на пляж. И я уже увижу первый минусище, что пацан тащит коляску на себе. И здесь не предусмотрено никаких рельсов для того, чтобы люди спокойненько спускались с колясками. Да, у меня, конечно, как отец уже почти трех детей на это глаз наметан. И туда, видите, снова спуск. Ну, увы, без рельс. Еще одна смотровая площадочка здесь. Здесь еще так спокойненько. Идей нету. Видите, мы все ближе к пляжу. Угарные персидские ковры лежат на этих бетонных штуках. Ладно, давайте спускаться дальше вниз. Так, санаторий, малая бухта, зимний пляж. Это, видимо, территория, походу, какого-то санатория. Ну, так чисто, не воняет. По углам, видимо, здесь в туалет не ходят. И это как бы хорошо. Указатель столовая, возможно, есть. Центр подводного плавания здесь даже есть. Я видел, что здесь есть дайвинг. Так, вот, смотрите, сколько столов бильярдных. Как они? Пулы или как они правильно называются? Холодный лимонад. 50 рублей. Вот есть столовая как раз-то. И вот он, бетонный пляж. Ну, пойдемте вниз. Здесь, кстати, вот нельзя кататься на велосипедах и нельзя с собаками. Вот там дикий пляж, 100%. Ну, а здесь вот такой вот городской. Да. Так, давайте я вот тут вот пройдусь, покажу вам. Кисель. Видите, сколько водорослей? Вот их вот так вот сюда намыло из-за штормов. Да. Слушайте, ребята, если я чище заход не найду, то купаться я сегодня с вами не буду. Я не могу купаться в таком море. Это ужасно. Отпуск у меня не ограниченный, поэтому, как говорится, хоть что-то не пойдет. Да, тут людей, конечно, вообще приличные. Ну, пойдемте по набережной. Вот такие переодевалки здесь с душевыми. Кукуруза, 100%. Мороженое, 6 шариков, 100%. Есть чебуречная. Вот так вот набивают тут татушки. Туалет. Ну, здесь 20 рублей наверху, 25, здесь 20. Да. Интересно. Так, значит, смотрите, здесь дайвинг, я вам сказал. Здесь прокат лежака. 150 рублей в день. Ну, тут, мне кажется, планировался какой-то детский уголок, но все пустили под лежаким. 150 рублей в день. Мне кажется, это, кстати, не очень дорого относительно даже того же Сочи. Потому что в Сочи есть пляжи, где 800 рублей стоит лежак, 1000 рублей стоит лежак. Да, вот такие бетоны и, конечно, потрясающие вот такие обрывы. Да, здорово. Это, конечно, не совсем та Анапа, которую я вам покажу в следующих видеороликах. Мы с вами обязательно погуляем вон в той стороне Анапы. Вон там, где нету вот этих гор, там, где равнина, это как раз нужно двигаться в ту сторону. Да, это место очень сильно напоминает Геленджик. Вот, а тут людей уже поменьше, видите, почему-то там, потому что прям была засада. А, потому что там тенек. А здесь, видите, здесь почему-то тенек они не стали делать, поставили просто два зонта. Вот, ну и все, ребята, тут получается уже концовка, и все люди возвращаются туда. Но здесь вот можно на прокат брать всякие вот такие вот развлекушки. Так, мы с вами сходили в ту сторону, посмотрели, как там дела. Теперь давайте пойдем в ту сторону, там, по-моему, пляжи более дикие. Давайте смотреть. Здесь, короче, по-прежнему такие же заходы. Припляжные такие кафешки, здесь чебуреки, беляши, самса, шашлык, шаурма. Так, мякоть свинины 120 рублей, вот, можете посмотреть, ставьте на паузу. Здесь даже есть альготерапия водорослями, представляете? Здесь, кстати, очень сильно пахнет вообще водорослями. Дайвинг в той стороне. Есть такая здоровенная баня, бочка, еще какой-то домик, не знаю, что это за домик. Видите, здесь уже лежаки в пустыне. Ёпсель-мопсель, посмотрите, какой обрыв. И все так течет. Это, видимо, бетонами вот так укрепили. Все так подсвечивается, судя по фонарям. Прикольное место. Вот, смотрите, здесь есть, значит, центр подводного плавания. Прикольно, вот, кто хочет испытать себя, то вперед. Гляньте, какая штуковина. И здесь, видите, есть такая надпись, граница пляжа, прохода нет и камнепад. Но, понятное дело, что русские вообще все равно все туда идут и вот здесь купаются. Здесь, конечно, обязательно нужно идти в тапках. И да, это не шуточка насчет камнепада, потому что все вот эти булыжники, на которых стоят люди, они когда-то были прикреплены к вот этой горе. А сейчас они здесь. Действительно, камни падают. Просто это такая тема добры до времени. И посмотрите, вот этот весь ярус. Камни, он весь мокрый. Не знаю, откуда сочится вода, но выглядит очень здорово. Вот, детвора играет в воде, но, в принципе, и там она купалась. Вот видите, как стекает вода. Ну, наверное, сейчас где-то тут сядем. И, возможно, тоже зайдем и скупнемся. Но это не точно. Так, ребята, море. Ух ты, у нас все очень скользкие. Смотри, да. Оденим этап, наверное. Ну, я прям уехал, нога. Идите аккуратно. Короче, здесь прям камни. Я не знаю, что это за напа. Но, фу, обычно это песочек, а здесь вот так, здесь нет, Медуза. Вода теплая. Но, учитывая, что мы шли, здесь прогулялись, очень хочется окунуться, ребята. Поэтому вы вместе со мной сейчас. Все, дальше не ходи, там глубина начинает. Здесь окунаетесь. И все. Да, ты прям ходишь по водорослям. Все. Все, вы здесь. Так, да, я окунусь. Все. Окунаемся, ребята. И выходим. О, у меня весь штатив в водорослях. Ой, как соскучился по соли. Нет, вы сами-то не ходите. Ух. Все, здесь вот уже... А вот здесь вот дальше песочек уже все. Ну, такой, он каменистый, конечно, но песочек. Давайте здесь нырнем. Слушайте, вот я сел, представляете, и задница прям с камнем прошла. Нет, здесь нырять нельзя, и так как я сейчас окунался, тоже нельзя. Опасно. А Настенька в этом году впервые купается в море вообще. Она тепленькая, грязненькая. Да. Да, вон там вот, конечно, людей меньше. Вот не знаю, как нас в субсехе. Посмотрим с вами в ближайшие дни. Да, вот там, где мы ходили, жесть. Можно купаться такой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дело к закату. Красота. Здесь все оживляется. Музычка, люди.